И снова здравствуйте, это Укрлайф с Людмилой Немирией, и мы продолжаем наши эфиры, и с нами на связи Олег Жданов, которого мы страшно рады видеть. Олег, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли для нас время. Здравствуйте. Олег, вы знаете, вот по традиции в декабре мы стараемся подумать и попросить подумать наших гостей о том, каким будет следующий год. Я понимаю, что для военных экспертов это очень сложная задача, особенно когда идет такая тяжелая война. И когда фронт постоянно движется, так или иначе. И тем не менее, если можно, возможно, мы могли бы поговорить о том, что нам удалось добиться в этом году. И какие вы видите перспективы, сценарии, тренды, тенденции для следующего года. Здесь может быть и ситуация на фронте, и ситуация в российской армии, и то, что Украина может рассчитывать. И многие-многие факторы. По большому счету, это эфир вашей импровизации, Олег. Я только буду, если позволите, иногда задавать уточняющий вопрос. Ну, давайте попробуем. Ну, вы в своем вопросе напустили тумана войны больше, чем я бы смог, наверное, изобразить в своем ответе. Ситуация действительно очень сложная. И, кстати, тут даже, знаете, как одни говорят, что нельзя доверять войну политикам, это дело военных, а другие говорят, нельзя доверять военным, это дело политиков. У нас все смешались в кучу коня люди. Наша война очень сильно зависит от политической конъюнктуры, того, что происходит. Плюс мы зависим, сто процентов зависим от поставок наших партнеров. Мы воюем практически с колес. Для нас каждая очередная поставка – это огромный плюс, и каждая очередная задержка – это огромный минус в поставках. Поэтому у нас очень сложная война. Я такой военной истории, я таких войн не припомню, когда взаимосвязано столько, будем говорить, столько процессов. И причем процессы настолько обширные и противоречивые. Даже не знаешь, откуда ждать черного лебедя или невероятного дракона. Поэтому ситуация очень тяжелая. Но скажу так, что год намного лучше выглядит, чем 22-й. Мы стали сильнее, мы приобрели боевой опыт. Я считаю, что мы в тех условиях, которые сложились в текущем году, мы провели контрнаступление по мере сил и возможностей. Я бы вот так его охарактеризовал. Я не скажу, что оно провальное. Мы очень многого добились в ходе этого контрнаступления. И я ни в коем случае не считаю квадратные километры. Потому что сегодня они не важны. Сегодня важны боевые потенциалы вооруженных сил, как наших, так и врага. Его способность к наступательным действиям. Но судя по тому, что мы наблюдаем на фронте, если брать в масштабах всей линии фронта, то я так понимаю, что, к сожалению, враг тоже учится и тоже наращивает силы. И, кстати, в некоторых моментах он нас даже опережает. Я имею в виду и в переводе экономики на военные рельсы, и в переходе, и в организации, точнее, в планировании организации боевых действий, попыток применения новых образцов вооружений. Здесь он даже нас, надо констатировать, опережает. Так что следующий год, я думаю, что начнется год, это можно сказать с более-менее уверенностью, начнется год, зима будет очень горячая. В отличие от погоды, я думаю, что зима будет очень горячая. И, видите, мы рассчитывали, ну, я в частности рассчитывал, что где-то, ну, до конца этого года, помните, мы с вами как-то говорили, я сказал, что основные усилия российская армия будет сосредотачивать до 1 января, а дальше надо уже начинать предвыборную кампанию, и к 1 января нужна какая-то победа. Но сейчас я бы уже интерполировал это понятие аж до президентских выборов. То есть вы считаете, что будет горячо до президентских выборов? Я думаю, что зима и начало весны следующего года будут очень горячими. Судя по тому, что они создали такую большую группировку на нашей территории, она более-менее укомплектована. У них есть возможность перегруппировать войска, даже разделяя, допустим, мобиков и регулярные части, которые более-менее укомплектованы регулярными войсками. Они будут стараться максимально давить, но во всяком случае даже для того, чтобы не допустить перехода нашего в контрнаступление. Это раз. А второе, выполнять политическую задачу, поставленную им руководством России, а именно выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Если это у них будет получаться, то я думаю, что, как говорят, аппетит приходит во время еды, то я думаю, что они даже попытаются, может быть, попытаются создать буферную зону вдоль границ Луганской и Донецкой области за счет прилегающих областей. Как это оговаривалось в первые месяцы войны. Там, по-моему, даже гуляла цифра, я помню, 150 километров они хотели типа зону безопасности создавать вокруг границ ДНР, ЛНР. Это была одна из интерпретаций изменения задач этой войны. Поэтому я думаю, что весна будет для нас довольно тяжелая. Плюс, добавьте сюда нашу, у нас проблемы сейчас с мобилизацией, причем не столько с самим личным составом, сколько с системой мобилизации. Мы, к сожалению, поступили, как обычно, в советские времена. Мы развалили, весь мир разрушен до основания. А затем? Вот мы уволили всех военковов одним махом, а теперь думаем, как восстановить систему мобилизации. Для нас это проблема. Это раз. Второе, военно-техническая помощь. Сейчас наступает, я так понимаю, наступает переходный период. Европа долго отсиживалась, а теперь в Европе есть понимание, это слава богу, есть понимание того, что надо быть готовым к перехвату Пальма Первенства в плане военно-технической помощи Украине, чтобы не оказаться на острие атаки перед российскими войсками. Это то, что сказал Шольц, когда он сказал, мы должны быть готовы перехватить, если вдруг помощь Америке уменьшится. Вот об этом. Ну, Шольц, кстати, уже, будем так говорить, он не первый. Первым, как всегда, ну, как вы думаете, кто у нас гегемон, внутренний серый кардинал всей нашей поддержки. Британцы вы хотите сказать? Конечно. И первыми британцами на прошлой неделе Министерство обороны Великобритании совместно с Министерством обороны Норвегии, кстати, сегодня об этом оглашено официально, что они создают новую коалицию, они хотят возглавить новую коалицию, Норвегия и Великобритания, по поддержке и военным поставкам Украины. Так что Шольц, он как один из, как канцлер Германии, как страны, одной из ведущих страны Европейского Союза, он, в принципе, я так понимаю, что подхватывает этот девиз. Потому что, ну, как разложится ситуация в Соединенных Штатах, сказать очень трудно. Там фактически, я так понял, фактически республиканцы поймали демократов. Вот. И получается так, если Байден идет на компромисс по южной границе США, он теряет голоса. И эти голоса переходят... А Трамп прибавляет голоса. При том, что он и сейчас на 4% опережает. И вспомните, как было голосование. Вот я сейчас сегодня вспоминал утром 16-й год. У избирательной участки... Мне знакомые, мы рассказывали, которые живут в США уже давно. Они говорят, что избирательные участки открывались в 8 утра, а реднеки стояли в очереди в 6 утра. А демократы, к обеду проснувшись, промыв про это самое глаза, к вечеру только начали подтягиваться и то, те, кто успел. На избирательные участки. Вот так проходили выборы в 16-м году. Ну, это мнение нескольких людей из разных городков США. Вот. И получается, что, понимаете, для демократов, я так понимаю, политический тупик. На сегодняшний день. Если они идут на компромисс, чтобы помочь нам, они могут потерять место в Белом доме. Если они не идут и сохраняют место в Белом доме, они теряют возможность помогать нам. Причем для Израиля, обратите внимание, для Израиля нашли... Сейчас 14 тысяч танковых выстрелов. Для Цехал на 106, по-моему, миллионов долларов. Они США предоставляют. Предоставляют в рамках экстренной помощи на основании договора о союзнических обязательствах. Ну, вот тут вот я хотела бы на секундочку только углубить, да, этот вопрос, если позволите. Ведь тут же очень интересно. В одном пакете сложена помощь Израилю, как уже многолетнему союзнику, официальному союзнику США и помощь Украине, которая фактически союзником на бумаге ведь не является, да, это очень интересная вещь. То есть что получается? Что и те, кто имеет договор о партнерстве, как Израиль, и те, кто не имеет, как Украина, написанного на бумаге, то есть все оказываются в равных позициях. Это удивительная ситуация. Нет, немножко не так. А вот давайте разберемся. На мой взгляд, смотрите, Израиль просто здесь, мы стали заложниками противостояния демократов-республиканцев в плане политического лидерства в стране, а Израиль стал заложником нашей помощи. Дело в том, что Белый дом прекрасно понимает, и, кстати, об этом разговоре весь ноябрь, об этом шли разговоры, республиканцы говорили, пожалуйста, давайте раздельно. Израилю хоть завтра голосуем, и все деньги будут выделены. Сколько они там планят? 14 миллиардов на Израиль, они бы были уже давно выделены. Я так понимаю, просто Белый дом склепал это все в один пакет, и стоит насмерть, что одним пакетом, потому что если отвязать, то Израиль проходит без проблем. А уже там мы и Тайвань, это огромный вопрос. А понимая, насколько для Соединенных Штатов важно, вот помните фразу Байдена, что их главная задача не дать Путину проиграть в этой войне. К сожалению. Не дать ему проиграть, а не нам победить. Вот здесь я имею в виду, сожалению высказывают, что формулировка, она как бы нас не устраивает. И одно из первых требований республиканцев какое было? Сформулируйте, как вы видите победу в Украине. Не дать проиграть Путину или все-таки дать победить Украине. Тут очень важно. И поэтому для демократов это на сегодняшний день важно. Но они их поставили, республиканцы их поставили вот на вилку, которую я вам описал. Решение вопроса южной границы гарантирует голоса Трампу и увеличение, и уменьшение голосов Байдену. А без решения вопроса южной границы пакет помощи не гарантируется никому. Ну, тогда вот считаете ли вы, что сегодняшний визит президента, который начинается в Америку, я так понимаю, что он будет выступать перед Конгрессом, и считаете ли вы, что это каким-то образом может все-таки ситуацию поменять? И просто вот то, что Блинкин стал все чаще говорить, что если мы сейчас не поддержим Украину, то следующее, кто будет воевать с Россией, это будем мы. Вот я бы эту фразу запомнила, потому что это очень важная фраза. Ну, первый Остин об этом сказал. На закрытом заседании с сенаторами. Он абсолютно правильно сказал. Там, кстати, интерпретировали его слова. Я посмотрел, что он угрожал сенатором. Нет. Он им четко и ясно дал понять, что если Украина проиграет в этой войне, то завтра американские парни будут гибнуть на европейском континенте в противостоянии с Россией. Вот что он сказал. Вы хотите, чтобы американские парни погибали в Европе? Тогда, конечно, не надо помогать. Помогать Украине. Так, я не знаю, насколько... Тут же, смотрите, основная масса республиканцев за то, чтобы нам помочь. И по большому счету голоса есть в Нижней Палате Конгресса Соединенных Штатов. Голоса есть на поддержку. Но политическая позиция, точнее, политическая... Межпартийная борьба дает республиканцам... Они вцепились в этот шанс фактически отобрать пальму первенства руками демократов, поднять свой рейтинг. Вот так вот, примерно. Там очень такая... Поэтому я не знаю, насколько это... Насколько это изменит ситуацию. Я думаю, что это не изменит ситуацию. Уже сегодня эта ситуация навряд ли изменит в нашу пользу. Да, все прекрасно понимают. Я даже, наверное, рискну предположить, потому что такое я встречал в прессе, американской прессе. Они же там даже предложили... У них же бюджет временный. Если я не ошибаюсь, до 17 или до 18 января. По-моему, там они должны... Чтобы не было шатдауна. И они предлагали... Было предложение о том, что для того, чтобы не срывать поставки, разбить пакет по частям и 14 миллиардов они готовы проголосовать и выделить сейчас. Как типа экстренная помощь, чтобы поставки шли. Все остальное потом, когда будем принимать бюджет. То есть, в принципе, понимание среди республиканцев есть. Вспомните, кто писал письма Байдену. Дайте атакам на 300 километров, дайте авиацию, дайте танки. Республиканцы писали эти письма. А сегодня эти же республиканцы, понимая политическую выгоду свою, сидят и тихонечко ждут, а что же скажет Белый дом. А Белый дом стоит... Вот я вам описал, у Белого дома патовая ситуация. Точнее, даже не патовая. Тут чистый цунцванг. Каждый следующий шаг заведомо неверный. Вот. Поэтому, как это закончится, я не знаю. И я думаю, что нам, в принципе, по большому счету, республиканцы, я так понимаю, готовы идти до конца. Причем они же хоронят не только помощь Украине, Тайваню, Израилю и так далее. Они же хоронят гегемонию Соединенных Штатов. Вот, видя такой раздрайв, завтра Китай развернется кормой к США, не буду говорить нехорошее слово в эфире, и начнет решать вопрос Тайваня. Вот отказ от помощи Украине может спровоцировать еще целый ряд конфликтов, кроме тех 183, которые сегодня идут в мире. Целый ряд конфликтов, связанных именно с Соединенными Штатами, с их ролью на мировой арене. Поэтому у нас есть сейчас, я считаю, что у нас есть очень хороший шанс пересесть в соседний вагон. Так, вот это интересно. Давайте про соседний вагон того же поезда. Насколько в этом вагоне есть все, что нам нужно? Я вам скажу, что в этом вагоне есть даже больше, чем в Соединенных Штатах. Ух ты! Ну, а что вы думаете, что европейские страны сидят, сидят и... У всех склады забиты под завязку. Да, они нам поставляли, в основном европейские страны поставляли нам технику и вооружение, но из новых образцов они поставили не так уже много, а из советских образцов они чуть-чуть подвинулись. Но они тоже, и тот же оборонзаказ они развивают, и на восстановление того, что они нам дают. И новые проекты. Кстати, давайте чуть-чуть оглянемся назад и вспомним Рейн Метал. Мы с вами говорили об этом, что я вам говорю, что компания Рейн Метал на сегодняшний день она впереди планеты всей. Они уже открывают завод по ремонту и обслуживанию бронетехники в Киеве. И они будут в следующем году уже работать здесь, и они официально об этом заявили. Да, они к началу лета 24-го года готовы приступить к крупноузловой сборке бронетехники в Украине. Ну, в Киеве я сказал образно, как символи государства. Где завод будет, мы не знаем. Это, в принципе, информация секретная. Завод Байкар, он же строится. И сейчас я так смотрю, периодически Акинчи, беспилотник с нашими двигателями, прекрасно проходит испытания. Сейчас уже, они уже сейчас проводят этап испытаний с применением ударных функций этого беспилотника, то есть с ракетами на борту. И он прекрасно летает, но там же наши двигатели стоят на нем. То есть и завод же где-то уже там должен клепаться потихонечку, стены возводиться. И другие компании готовы заходить сюда. Так что, в принципе, у нас есть все шансы. Если Европа достигнет консенсуса и откроет свои склады, то мы, в принципе, не потеряем ничего. Все равно, какой у нас основной танк на сегодняшний день? Леопард. Да, есть первая версия, есть версия вторая. Но все равно Леопард. Абрамсов сколько? Один батальон, 31 танк. Ну, это одна бригада, будем так, ну, по большому счету. Танковый батальон одной бригады на Абрамсах. Боеприпасы, да, везут со всего света. Тут и то Соединенные Штаты не очень не делятся боеприпасами. Нам же Южная Корея больше даже поставляет, чем США. Да, по договоренности Соединенных Штатов. Плюс Европа поставляет. Ну, не выполнили они обязательства. Не смогли они миллион поднять боеприпасов. Дали только 300 тысяч из миллиона. Но, тем не менее. Так что у нас есть хорошая возможность сохранить и даже, может быть, приумножить уровень поставок. По авиации скажу так, что F-16 самый распространенный самолет в странах НАТО. А это в основном страны Европы. Ну, и Еврофаер, Гриффин и британец, ну, британский самолет, ничем не уступают F-16. А может быть, даже по некоторым характеристикам и получше будут, чем F-16. Кстати, вопрос любого европейского самолета сразу же может открыть нам возможности получения ракет Тауэрс. Потому что все европейские самолеты, значит, Гриффин, Еврофаер, они все оборудованы под Тауэрс. Вот нашу Сушку тяжело оборудовать под эту ракету. Она будет, ну, как сейчас. Сейчас там Штормседов и Скальп, они просто являются носителями. Он ее цепляет, выходит на рубеж сброса, сбрасывает и отваливает. Все. А там уже системы боевого управления, программирование, это все делается на Земле. Вот. С Тауэрсом там, я так понял, немножко посложнее. Там особенности носителя есть. Так вот, любой европейский самолет современный, он берет Тауэрс на борт. Так что перспективы, в принципе, довольно неплохие. Вот в этом же контексте, извините, Олег, я тут на секундочку вас остановлю. Недавно у меня, вот прямо перед вами, было интервью с Александром Морозовым, это известный аналитик по безопасности из Праги. И мы обсуждали тот фактор, вот он полагает, что следующий год это будет время, когда снова будет обсуждаться очень остро вопрос европейской армии. И, возможно, будут заложены какие-то основы европейской армии в контексте европейской безопасности. Это вот интересная тема. Помните, когда-то давным-давно, еще до большой войны, Макрон говорил об этой европейской армии, и все считали, что это такой пиар. Макрон вспомнил просто о ней. Давайте так. Смотрите, силы безопасности в Европе, первый, кто их прописал документально, это был Шрёдер, который готовил всю правовую пазу для объединения Европы. Он подготовил сам факт объединения Европы. Он, по-моему, при нем, да, при нем вводилась безналичная евро. И, кстати, Югославская война началась именно из-за ввода безналичного евро. Ну, как, не сама война, а Билл Клинтон принял решение и выбил резолюцию ООН. Он ограничил действия мандата сил безопасности ООН в Югославии. И добился разрешения, чтобы ввести туда НАТО. И показал, что... И таким образом вернул Европу на доллар. Хотя все, даже Израиль, все бросились сбрасывать резервы, долларовые резервы, и покупать безналичный евро. Так вот, армия прописана. Она у них юридически оформлена и документально оформлена. Им осталось только договориться в рабочем порядке, кто чего и сколько дает в эту армию, где размещать пункты управления. Ну, то есть все организационные вопросы решить, и все. Да, Макрон вспоминал. Кстати, и раньше вспоминали. По-моему, Сарказин тоже говорил именно по этому вопросу. А потом его очень быстро перековали, и Сарказин вдруг отменил решение Деголя и вернул Францию в военный союз НАТО. Ведь он же вернул. Она в 66-м году покинула военный союз НАТО и была в НАТО чисто политически. Сегодня на территории Франции нет ни одного иностранного солдата, ни одной иностранной военной базы, включая натовский. И да, они вернулись к этому. И Франция была, Франция, Италия, они даже уже создали какую-то совместную бригаду на сегодняшний день. Есть какие-то там наработки по оперативным штабам. Кстати, опять же, это из тех минусов, про которые мы говорили с вами вначале, американских. Если Соединенные Штаты не отходят или упускают этот шанс финансирования нам военно-технической помощи, Европа уходит из-под контроля США. Они будут создавать, объединяясь в коалицию помощи Украины, они могут создать силы безопасности в Европе. Это прямое следствие. У нас, кстати, есть тоже отличная наработка на военно-политический союз. Это Люблинский треугольник. У нас там уже даже оперативный штаб, у нас адаптированы полевые уставы, точнее, боевые уставы стран Балтии, Польши и там, литовские, нет, да, Литвы, Укр-Литпол-Бар, вот, был когда-то, а сегодня бригада есть, совместная бригада трех стран. На ней есть оперативный штаб, адаптированы уставы. Пожалуйста, создавайте военно-политический союз в Восточной Европе. Я думаю, что и другие страны, и Румыния тоже не откажется, и Болгария, и Лисловакия не откажутся, присоединить Чехия к такому союзу. Так что США проигрывают полностью. Если они сегодня теряют контроль над поставками нам вооружения и техники, они проигрывают полностью. Не только выборы в США, но они проигрывают свою позицию на мировой арене. А Европа только этим воспользуется. Для Европы это будет огромный шаг вперед в плане самостоятельной безопасности. Понимаете? И, кстати, вот эта идея, помните, сделать военный шенген? Конечно. Перемещение техники и вооружения, да, перемещение военных по территории Европейского Союза без границ, без декларирования и без ничего. Это будет говорить о том, что Брюссель будет иметь возможность переброски войск без уведомления местных властей для, допустим, обеспечения безопасности на границах Европы. Это очень важный момент. Это фактически создание сил безопасности в Европе под единым командованием. Ну, тогда, Олег, давайте немножко вернемся снова к Украине, потому что, мне кажется, это очень важный момент. Вот очень многие на Западе оценивали украинское наступление и назвали его неудачным наступлением. Вот Вашингтон-Пост разразился большой статьей и там писал, что если внимательно почитают, то есть большое недопонимание между, скажем, там Украиной и Америкой. Но это на первый взгляд. А если посмотреть более глобально, да, то создается такое впечатление, что весь, все НАТО хотело бы, чтобы Украина очень быстренько сама победила Россию. И это выглядит несколько странно с точки зрения, ну, людей, которые по-настоящему понимают ситуацию. Но, тем не менее, как бы это постоянно муссируется и обсуждается. И вот давайте немного поговорим о том, как вам кажется, какие могут быть сценарии в следующем году. Вот насколько... Помните же была хорошая история, когда они говорят, вот успехи на фронте, и мы вас поддерживаем, да? А вот если хорошие успехи, то мы вас... Ну, они пытались поставить в зависимость. Но я вам скажу так. Это же разговор для... Это же вообще не профессиональный разговор. Ну, это разговор и ввиду... Такая позиция возникает только в результате непонимания ситуации. Незнания ситуации, ее непонимания. Вот, ну, кстати, тут надо апеллировать к ним, их же военными. Вот Бен Ходжес, он все четко сказал. Он говорит, он сказал, что я бы никогда в жизни не отдал приказ о наступлении своим войскам, если бы у меня было такое обеспечение, как в вооруженных силах Украины. Он же дал четко и понятно разъяснение по этому вопросу, что... И почему мы отказались от тактики ведения боевых действий по натовским стандартам? Потому что она предусматривает массированное огневое поражение противника до начала действий сухопутных войск. Самое удивительное, что даже я... Самое удивительное, что даже я уже об этом знаю, Олег. Не только... Да, ну, у нас уже понимают... Ну, мы все специалисты стали уже... У нас... Ой, простите, я немного простыл. У нас... Мы все уже просто стали специалистами в этом вопросе. И я скажу так, что с одной стороны они рассчитывали, да, они рассчитывали на быстрый поход границам 91-го года с заходом в Крым и всем остальным. Когда это все начало не получаться, из-за незнания, а также желания некоторых лоббистов максимально дискредитировать Украину, здесь без ИПСО не обошлось, 100%. Лоббисты заказывали статьи, начали дискредитировать Украину, что мы не можем, что мы все провалили. Получилось тут целый спектакль. Его можно разложить даже по актам действия и по сценам, да. После того, как они начали нас дискредитировать, мы выложили карты на стол. Мы сказали, извините, ребята, так как вы давали технику и вооружение, поставляли, и те объемы, которые вы дали, то это еще надо сказать огромное спасибо нашим военным, что они смогли добиться таких огромных успехов. И почему, допустим, я, там есть другие аналитики, которые переводят летнее наступление не в квадратные километры, а в боевые потенциалы, а в уничтожении войск противника. Помните, у вас, кстати, у вас в эфире Рустам Заде говорил, что если вы выйдете, мы тогда, у нас тогда были, мы наносили ориентировочные потери врагу где-то 400-500 человек в сутки, и, ну, это был потолок 500. Он тогда сказал у вас в эфире, я хорошо запомнил, сказал, если вы выйдете на тысячу в сутки, это будет перелом в войне. Но время растянулось так, что мы сегодня вышли на тысячу в сутки, и это не дает нам перелома в войне, потому что группировка российских войск примерно держит стабильную численность, где-то 430-450 тысяч на нашей территории, на оккупированной территории. То есть сегодня надо уже поднимать планку ежесуточных потерь, наносимых врагу. И возникает вопрос, а что же у нас, а что у нас является основой огневого поражения противника? Снизу начинаем артиллерия, ракетные войска и авиация. Артиллерия худо-бедно есть, но она лимитирована по количеству стволов и боеприпасов. Ракетные войска, их практически нет. десяток ракет не решает проблему. Ну, а с авиацией мы все знаем, что у нас, можно считать, что ее практически нет на сегодняшний день. Вот поэтому и ситуация так сложилась. И когда мы выложили все эти карты на стол, тогда начали обвинять нас в том, что мы плохо подготовились, что они вроде как, ну, вот этот вот пинг-понг, он продолжается, кстати, до сих пор. Когда вы говорите, мы выложили карты на стол, это означает, что Залужный написал свою статью, или что вы, Вот об этом. Я именно, да, именно это, что Валерий Федорович в конце концов четко и ясно, особенно там не столько в интервью, там и сцена надо читать, вот, которая прилагалась. И причем, ну, такое издание, как The Economist, оно не продает рекламные площади или площади под заказные статьи. Нет, это издание, которое пытается формировать мировое общественное мнение. Вот, и там вот четко и ясно все расписал. Извините, ребята, но на Леопардах первых довольно тяжело вести танковые бои с Т-90, с Т-72Б3, с Т-80БВМ, то есть последними модификациями этих танков. И количество их должно быть совсем другое. Ну, а уже про все остальное там я не говорю. Олег, давайте тогда пойдем дальше. Вы сказали, или, точнее, вернемся снова к полю боя. Вот, вы сказали, что зима будет горячей. Означает ли это, что Украина, и, вспоминая слово, мы с вами это обсуждали, президент сказал строить оборонительные сооружения, и в связи с этим вопрос. Мы переходим в стратегическую оборону, или как вам представляется, какие здесь возможны варианты? Потому что, если противник будет так активно наступать, да еще и зимой. Хотя, я вот вспоминаю, накануне прошлой зимы тоже были такие же ощущения, что Россия будет наступать, и что она готовится. Вот если сравнить с прошлой зимой, вы думаете, этой зимой Россия более подготовленная или нет? Да. Я думаю, что этой зимой Россия более подготовлена к наступлению, и в том плане, что группировка войск намного больше, чем была еще ровно год назад. Это раз. Второе, они все-таки тоже приобретают боевой опыт, ведение боевых действий, и посмотрите, что они сейчас делают. Вся линия фронта это попытка возобновления наступления. Они атакуют постоянно, не считаясь потерями, атакуют постоянно, причем делают попытки заложить успех на будущее. В частности, допустим, сегодня они начали смосить часовья с лица земли. Почему? И возобновили попытки наступления в районе Хромова и Богдановки, то есть это северо-западнее Бахмута. Что такое? Часовьяр, это открывает нам дорогу на Константиновку, и вот он, Краматорск. Им открывает дорогу. Да. А заранее они сносят часовьяр, у них хватает боекомплекта для того, чтобы сносить часовьяр. Понимаете? Хотя он еще сегодня прифронтовой город, он не на фронте. Бои идут в нескольких, в нескольких там, почти в 10 километрах от часовьяра. То же самое с Абдеевкой. С Абдеевкой, кроме того, что они ее штурмуют по всему периметру, причем на сегодняшний день даже попытки замкнуть кольцо не настолько интенсивны, сколько они пытаются выдавить нас из Абдеевки с севера, с юга и с востока. Это та же технология, это та же технология, как при захвате Бахмута. Как в Бахмуте. Та же самая технология. И при этом массированные авиационно-артиллерийские удары. Постоянно то, что не вытягивает артиллерию, вот они сегодня, кстати, надо отдать должное, мы констатируем, что они научились делать вот эти планирующие комплекты для своих авиабомб. Авиабомб там с советских времен десятки тысяч лежат на складах. И они научились делать вот эти планирующие комплекты и то, что не вытягивает артиллерия, они добавляют вот этими авиационными бомбами. Причем точность их не такая уж там высокая, но их количество просто огромное. И когда 500-килограммовые или там полуторатонные бомбы летят на головы наших военных или просто вот они бомбят Абдеев, легко этими бомбами. Бомбе все равно она в 5 метрах или в 20 метрах от здания разорвалась или она попала в это здание. В ударной волну это здание складывается как картонный домик, особенно если оно панельное. Понимаете? А потом что в руинах защищать? В руинах ты ни за что не зацепишься. Поэтому вот они делают такие закладки и причем обратите, ну я так понимаю, что замысел стоит все равно что. От Купенска до фактически до Олешек, до нашего плацдарма на левом берегу они везде ведут атакующие действия. Везде. И принцип скорее всего, на мой взгляд это мое субъективное мнение, принцип такой, что им не важно какой город они или населенный пункт они возьмут. это будет Копинск, это будет Синьковка, это будет Белогоровка, это будет в районе Бахмута какой-то населенный пункт или на севере или на юге, или это будет Авдеевка, Маренко или еще что-то. Вот они там вчера очередное ЭПСО началось, типа, что они Старомайорское вернули под свой контроль. Хотя там активность боевых действий не настолько высокая, чтобы говорить о движении линии фронта. Или Работина, допустим, они там тоже сильно атакуют. Для них будет все равно. Пропаганда получив пищу сделает из мухи слона. Вспомните, как Пригожин но это Пригожин так сделал из Бахмута им сделал якобы взятие Берлина. И там некоторые даже сравнивали все это. можно приравнять к взятию Берлина. Ну, правда, в 10 раз меньше они там потерь понесли, чем советские войска под Берлином на Зиеловских высотах. Но тем не менее пропаганда сработает. И здесь пропаганда сработает. Понимаете? А для того, почему я говорю, что надо интерполировать наступательную активность российских войск до президентских выборов, для того, чтобы не испортить предвыборную кампанию? То есть вы считаете, то есть это очень важный момент, то есть вы считаете, что предвыборная кампания будет построена на успехах в Украине? Недопущение поражений. Ага, вот это все-таки другая история. Да, им нужна, вот смотрите, в ходе всей кампании, судя по всему, ну, к 14 числу вряд ли они что-то смогут преподносить преподнести на блюдечке с голубой каемочкой человеку, похожему на Путина, имеется в виду пресс-конференция, да, которую он там, ежегодная его, в этом году он решил проводить, типа пообщаться с народом, вот, вряд ли они к 14 числу какую-то победу смогут добиться, нет у них такого, 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 ситуации на данный момент, но, если в ходе предвыборной кампании за счет атакующих действий, они первое не допустят нашего перехода в контратаку раз, и второе принесут на блюдечке, как я уже сказал, хоть какую-то победу, на это, это и будет ключ всей этой кампании, хотя, с другой стороны, ну, это единственное только для того, чтобы укрепить вертикаль власти, потому что колосс на глиняных ногах очень трещит, очень расползается, и там протестные движения все равно идут внутри Российской Федерации, и как бы там не выкручивалась пропаганда, облавы там похлеще, похлеще, чем у нас проводятся в плане раздачи повесток с привлечением полиции и всего остального, а протестные движения вот этих родственников мобилизованных, так оно уже вообще принимает всероссийские масштабы, и уже и власть в тупике сегодня, они же не знают, что с ними делать, они пытаются, сейчас они их там поливают грязью, ушатами выливают на них грязь, пытаясь дискредитировать этих людей, но так как люди настоящие и истории, которые они рассказывают, тоже настоящие, власти не особо получается их дискредитировать, пока что бить и сажать они боятся, потому что все равно на фронте количество пятисотых растет, медленно, очень медленно, но уверенно, стабильно, оно растет, имеет рост, пятисотые это отказники, это те, кто отказывается идти в бой, плюс идет очень быстрое и сильное расслоение российской армии на касты, мобики, контрактники, то есть регулярные и призывники, но как таковых призывников вы не найдете в составе этих войск, пока что они что делают, они претингуют, они же изменили законодательство, сегодня у них можно контракт подписывать сразу после принятия присягий, не через полгода, как было раньше, а вот присягу принял, все, ты готовый солдат, ты все уже умеешь, на тебе автомат, подписывай контракт и завтра ты на форуме, все, вот, но и это отдельная каста, те, кто контракты подписывал ранее, те, кто контракты подписал в ходе призыва и мобилизованные, которых, и это влияет на организацию и ведение боевых действий, на отношения внутри воинских коллективов, очень сильно влияет, вот, поэтому там тоже есть негативные явления, которые нас не могут не радовать, но все равно пока в общем ситуация складывается вот таким вот образом, я думаю, что они будут до последней возможности атаковать, им нужна какая-то победа, чтобы сформировать позитивное настроение в обществе, чтобы оправдать, они этой одной деревне, которая населенным пунктом, который они там, не дай бог, возьмут, они постараются заместить такое количество раствора, чтобы слепить всю глину на место поставить, чтобы колосс не рассыпался. Олег, ожидаете ли вы, что, ну, куча же всякой информации в социальных сетях сейчас гуляет, я ее адресую вам, потому что украинцев это беспокоит, да, считаете ли вы, что Россия будет способна на еще одно широкомасштабное наступление, ну, скажем так, с разных сторон, из Беларуси в том числе, не только там на Донбассе, на юге, а намного более широкое наступление, как сейчас вам это представляется. Я так понимаю, что если вдруг что-то, то мы это увидим, конечно, да? Ну, давайте так, давайте порассуждаем просто здраво. Нет, я вам сразу скажу, до, во всяком случае, к этому вопросу мы давайте вернемся с вами в апреле месяце, после выборов. Почему? Потому что сегодня в тех темпах, в которых Россия набирает личный состав для вооруженных сил, они могут покрывать текущие потери. Вот то, что я вам говорю, что численность группировки более-менее стабильна. То есть мы выбиваем тридцатку в месяц у них 30 тысяч, они примерно столько же и набирают. Чуть меньше, там 20-25 они набирают. Но все равно пока что сохраняется за счет личного состава. Там же сейчас и моряков с экипажей кораблей агитируют. Кого только не агитируют пойти на фронт. Поэтому у России сегодня в такой ситуации нет возможности сформировать группировку. Яркий пример. Смотрите на Курское, Брянское и Белгородское область. там Курское, Брянское 20 тысяч как стояло уже полгода, даже больше. Растянут 20 тысяч растянутых на вот этот огромный кусок границы в качестве войск прикрытия границы. Вот они проводят вот эти обстрелы там кочующие орудия и минометы выезжают. Там работает 22-й отряд спецназа ГУ Главного управления Министерства обороны бывшая ГРУ вот в качестве диверсионно-разведывательной ведет диверсионно-разведывательную деятельность больше всех достается Сумской области к сожалению. Там самая активная ДРГ работа. Но за все это время группировка войск не поменялась. В Белоруссии группировка войск не поменялась. Поэтому говорить о том что завтра там будет Россия нападет и откроет второй фронт нет об этом вот если после выборов если после выборов где-то ближе к лету Путин или как я его называю человек похожий на Путина объявит мобилизацию хотя бы вторую волну я не говорю всеобщую вот тогда для нас это будет звонок и почему потому что 3-4 месяца они за 3-4 месяца смогут собрать ну такое же хотя бы такое же число там 300-350 тысяч это довольно большое количество вот сегодня сегодня уже есть цифры допустим посчитали на западе специалисты аналитики посчитали что на момент вторжения всего было задействовано 330 тысяч 330 тысяч да 175 это была сухопутная компонента и плюс если прибавить ПВО ВКС и флот в общей сложности где-то 330 тысяч было задействовано в массированном вторжении в Украине а сейчас получается больше чем вот тогда сейчас мы оцениваем только сухопутную компоненту где-то 430-450 на нашей территории на нашей территории мы можем сейчас понимать и делать замеры каковы ресурсы у России там на ее территории или это сложно ну потому что нет это не сложно смотрите у них в принципе оперативный резерв в первой очереди мобилизационный где-то около двух миллионов о боже да но даже с учетом того если взять там грубо ну так вообще нельзя считать ну если даже грубо мы возьмем что миллион уехал вот то что помните первые месяцы они там разъезжались как эти разбегались как тараканы в осещере то из того миллиона который остался они ну только половину где-то использовали это это оперативный резерв а если брать мобилизационный резерв страны то он оценивается западными специалистами он оценится 15 миллионов человек ну с учетом с учетом организованности и способности моб системы ну можем где-то апеллировать цифрами наверное ну до 5 миллионов они скорее всего могут отловить и поставить строй а чем они будут вооружать и во что переодевать вот это уже вопрос следующий вот а если мы считаем как говорят в армии считаем по головам то цифры примерно вот такие как я назвал олег ну был такой какой-то период очень волнительный для украинцев потому что все активно обсуждали вот результаты наступления и так далее и все-таки хочется вот и многие сразу стали говорить вот как все сложно неужели там все пропало и так далее и таких голосов было просто очень-очень много но не больше чем тех которые думают иначе и это очень важный момент и в этом смысле вы как военный эксперт который ну вот с самого первого дня да и не только с первого дня но с самого первого дня широкомасштабного вторжения вы просто постоянно в эфире вы это постоянно комментируете вы держите руку на пульсе ваши ощущения на следующий год я думаю что следующий год будет намного лучше для нас чем этот в плане в плане наших боевых возможностей в плане боевых потенциалов ну мне кажется не вытянет Российская Федерация такого темпа который они себе сегодня задали не все так радужно как как нам преподносит российская пропаганда и особенно по технике у них ну нет такого нету того ожидания которое они декларируют на сегодняшний день в плане там производства танков самолетов да они построили заводы построили новые цеха на заводах ракетостроения но туда же надо поставить станки чтобы собирать эти ракеты а станки надо купить где на западе я думаю что в принципе и это с одной стороны то есть Россия не сможет обеспечивать такой темп длительное время плюс по людям тоже я думаю что настроения будут все таки меняться как бы как бы они там не хотели как бы они не поддерживали эту пропаганду но все равно уровень жизни у них ухудшается у нас наоборот есть шанс на то чтобы увеличить количество поставок увеличить скорость этих поставок и возможность подготовки новой группы войск для для наступления в 2024 году я не думаю что там то что написал Wall Street Journal что не ранее 25 года Украина сможет нет вряд ли вряд ли страны страны Европы готовы сегодня еще еще на год откладывать возможность решения этого этого конфликта вот ну и не забываем же санкции продолжаются я так понимаю за 12 пакетом будет и 13 пакет сегодня уже до алмазов добрались а для России это довольно довольно чувствительное ну и в конце концов я надеюсь что доберутся и до энергоносителей я имею ввиду та сумма денег которую заморозка выплат за поставленные энергоносители вот и в руках же запада остается один из главных инструментов это поступление валюты в Российскую Федерацию система SWIFT недаром в России сколько требований было чтобы Россельхозбанк подключить к этой системе потому что они хотели получать через него же идут деньги за сельхозпродукцию вот и там если я не ошибаюсь 7 банков сегодня подключены которые получают деньги за энергоносители на минуточку 380 миллиардов долларов ежегодно то есть более одного миллиарда в день Россия получает за поставки нефти и газ поэтому если запад готов вести эту войну длить долго то это же на них в первую очередь ложится да мы несем основные потери мы теряем экономику мы теряем людей самое главное вот но нагрузка на западные страны она же не менее сильная чем на наши у них же тоже это сказывается на экономике не бездонные бюджеты не бездонные резервы этих стран поэтому я думаю что двадцать четвертый год для нас должен пройти в более в большей перспективе и наше наступление будет я ну как бы в это очень даже верю и я думаю что оно будет намного успешнее в плане освобождения территории или даже не так в плане достижения поставленных целей перед этим наступлением Олег спасибо вам огромное спасибо что были сегодня с нами спасибо за то что вот уже не первый год этой большой войны комментируете на нашем канале то что происходит очень вам за это благодарно спасибо большое пожалуйста до свидания Олег Жданов был сегодня с нами на связи за что мы ему страшно благодарны и конечно признательны вам наши спонсоры на платформе патреон и конечно подписывайтесь на наш канал оставайтесь удастся Продолжение следует...